Присмыкающиеся, или как их еще называют, рептилии – хладнокровные существа, к которым относятся в том числе черепахи, крокодилы, ящерицы и змеи. На Земле обитает более 9 тысяч видов рептилий, из которых на территории России представлены около 80. Во многом присмыкающиеся, похожи на земноводных или амфибий животных, которые могут жить и на суше, но лучше приспособлены к воде. К ним относятся лягушки и тритоны. Тело у земноводных гладкое и клейкое, вода легко проникает через кожу, а специальные железы помогают поддерживать ее во влажном состоянии. У рептилий нет таких желез. Их кожа сухая и чешуйчатая, и они могут жить на суше постоянно. У некоторых рептилий есть третий глаз. Теменной. Он скрыт под тонкой кожей и служит присмыкающимся для ориентации в пространстве и определения интенсивности солнечного света. Вероятно, этот глаз выполняет и более сложные функции, но ученые пока не знают, какие именно. Биологам известны около 3000 видов ящериц. Смелые, хитрые, быстрые, изворотливые, обладающие сверхспособностями к выживанию в самых суровых условиях, все это можно сказать о них. Обычно у ящерицы четыре лапы, короткое тело и длинный хвост. Свою чешуйчатую кожу она по несколько раз в году меняет на новую. Обитают эти рептилии во всех уголках нашей планеты, кроме полярных районов. Ящерицы любят погреться на солнышке, и наиболее благоприятны для них тропические зоны, а в регионах с умеренным климатом они впадают в зимнюю спячку. Большинство ящериц невелики. Обычно они не достигают и полуметра в длину. Самые большие ящерицы – это вараны острова Комода в Индонезии, которые могут достигать трех метров и весить около 140 килограммов. Вараны похожи на сказочных драконов и могут быть небезопасны для человека. Где бы ящерицы ни жили, они превосходно приспосабливаются к окружающей природе. Эти пресмыкающиеся способны выносить сильнейшую засуху. У рептилий, живущих в траве или на деревьях, яркая окраска, а среди обитателей пустынь чаще встречается темно-серый или коричневый цвет, который помогает им сливаться с песком и становиться незаметными для хищников. Большинство ящериц питаются насекомыми, ловя их длинным языком прямо на лету, но у некоторых рептилий очень специфическая диета. Большие вараны – одни из немногих плотоядных ящериц. Они питаются падалью, а иногда ловят маленьких диких свиней, которых заглатывают целиком. Хотя у ящериц есть зубы и пресмыкающиеся удерживают ими схваченную жертву, они редко используют челюсть для того, чтобы раскусить или разжевать свою добычу. Ящерицы Петербургского океанариума, привезенные из разных уголков планеты, живут в зоне тропический лес, созданный специально для теплолюбивых существ. Шустрые мадагаскарские гекконы, изумрудные вараны и, конечно, всеобщий любимец – азиатский водный варан по имени Зайка. Это азиатский водный варан, так называемый. Его еще называют полосатым вараном. По латыни – варанус сальватор. Его жизнь очень связана с водой непосредственно. Они живут как и на побережьях, так и во внутренних водоемах. Могут в Индонезии, зачастую перемещаются с острова на остров, хотя при перемещении через море предпочитают, чтобы что-то плавало рядышком, типа ветки или бревна. Ну вот, великолепно ловят рыбу. Очень загоняют и ловят. Мы это видели, пока он еще был маленький. Кроме того, это наиболее контактный и наиболее приспособленный вид для… Ну, работать с ним приятно. Этот вид варанов питается самыми разнообразными беспозвоночными и позвоночными животными – змеями, черепахами, рыбой. Зайка любит полакомиться индейкой и тунцом. Они активные хищники, но они и падальщики. Кстати, говорили знакомые, кто живет сейчас в Индонезии или жил, говорят, что очень хорошо осваивают помойки, санитары. И, в общем-то, даже в город заходят. Но благодаря своему большому достаточному размеру и такой силе они не очень боятся людей. Особенно крупные экземпляры. Многие ящерицы отлично умеют плавать и добывают себе пропитание в пресной воде, оставаясь при этом гораздо лучше приспособленными для жизни на суше. И только игуана с Галапагосских островов обладает уникальной способностью проводить в море большую часть времени. Там она может охладиться в жару, спастись от хищников и найти среди камней вкусные водоросли. В поисках пищи эти игуаны ныряют, задерживая дыхание до одного часа и, конечно, заглатывают массу морской воды. Для того, чтобы избавиться от излишка соли, рептилии чихают и отпугивают при этом своих врагов. Как и все ящерицы, хамелеон ведет малоподвижный образ жизни. Долгими часами он сидит на одном месте, поджидая свой обед. Различных жучков, гусениц и мух. Широко расставленные лапы с тонкими пальцами и закрученный спиралью хвост позволяют ему обвивать ветви деревьев и удерживаться на них. Хамелеон видит на 360 градусов вокруг себя. Заметив добычу, он так быстро выбрасывает свой длинный язык с клейкой-присоской на конце, что у насекомых не остается на спасение никаких шансов. Однако самая удивительная черта хамелеона – это его способность становиться совершенно незаметным на фоне древесной ветки, листьев или даже ярких цветов. Он меняет окраску всего своего тела или только отдельные его части, реагируя на различные факторы – температуру и влажность воздуха, опасность, голод или, например, яркий свет. Василиск – это достаточно крупная и совершенно безвредная рептилия, живущая в Центральной Америке. Завидев человека, она пытается скрыться из вида как можно скорее. Василиск лазит по деревьям, отлично плавает, ныряет и даже прячется на дне водоема. Интересно наблюдать и за тем, как Василиск бежит по воде, развивая скорость до 12 км в час в погоне за добычей или спасаясь от излишнего внимания. Передние лапы эта ящерица прижимает к телу, а задними активно работает. Специальная фотосъемка показала, что секрет уникальных способностей Василиска именно в скорости, с которой рептилия удаляет по поверхности воды. Время отталкивания от водной глади измеряется тысячными долями секунды. В этот короткий интервал времени водные ямки, возникающие под его лапами, ведут себя как твердое тело. Рыбы — это самая многочисленная по видовому составу группа позвоночных животных. Их больше, чем амфибии, рептилии, птиц и млекопитающих вместе взятых. Существует по крайней мере 30 тысяч разновидностей рыб, живущих во всевозможных водоемах, морях, озерах, горных реках и океанских глубинах. Каких только удивительных рыб не встретишь на нашей планете. Например, анабас. Эту рыбу еще именуют ползун. Они живут в мелких прудах, небольших озерах, пересыхающих реках и даже на рисовых полях. В отличие от других рыб анабасам не страшна засуха. Они способны обходиться без воды до нескольких дней. Более того, в поисках комфортного места проживания эти рыбы переползают по земле на достаточно большие расстояния. Летучих рыб природа наградила большими грудными плавниками, которые позволяют им подниматься над поверхностью воды на высоту до 5 метров. Эти рыбы-птицы парят над океанскими просторами при попутном ветре, достигая скорости в 60 км в час и могут находиться в воздухе почти минуту. В мутных водах Амазонки водится еще одна необычная рыбка. Это электрический угорь. Со своей добычей и обидчиками он не церемонится. Удар тока и мелкая рыбешка плавно опускается на дно. Максимальная мощность, которую вырабатывает крупная особь угря, может достигать 650 вольт. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!